МИРСКОЙ ТОЛК Автор подписался. Гайка номер 6. Под этим псевдонимом тогда часто скрывался известный русский писатель Антон Павлович Чехов. Силу своего шутливого характера Антон Чехов имел несколько десятков псевдонимов. Причем сам он их нередко забывал. Делал он это специально для того, чтобы заинтриговать читателя и дать ему возможность самому догадаться, кто автор произведения. Наконец, позапрошлый век известны только 42 псевдонима великого писателя, врача и драматурга Антона Павловича Чехова. 30 января 1914 года. В разгаре Первая мировая война. Глава Маломалышевской волости пишет губернатору Протасеву письмо с просьбой закрыть две пивные лавки. На то были все основания. Пьянство, разгулы, хулиганство напрочь выбивали деревенских жителей из колеи. В то время подобные просьбы поступали из многих сельских сходов. И к концу 1914 года, как по команде, пивные и винные лавки закрылись еще в пятидесяти селах губернии. На престол взошел Его Величество Сухой Закон. В тот же день, 30 января 1914 года, газета «Городской вестник» сообщила, что в Самарском драматическом театре состоялся благотворительный спектакль в пользу нуждающихся учеников начальных классов. Отличили щедростью и сделали крупные пожертвования владелец жигулевского пивоваренного завода Альфред фон Вакана, купцы Сурошников и Ник Лютин. 30 января 1917 года был утвержден устав Самарской губернской ученой архивной комиссии. В принципе, их задачей было формировать исторический архив. То есть, они выполняли ту задачу, продолжая, которую мы сегодня. Мы точно так же работаем в историческом архиве. Откуда брался этот исторический архив тогда? В их ведение должны были поступать бумаги, которые уже были не нужны в учреждениях, или те бумаги, которые оставались от учреждений, которые прекратили свое существование. Закрылось учреждение, а вот эти вот бумаги, они должны были их разобрать, отобрать необходимые. То есть, они должны были обладать неким запасом знаний, чтобы понять, что необходимо, а что нет. Поэтому, естественно, что членами этой комиссии становились люди не просто грамотные, умеющие читать и писать, а это местные интеллигенции. 30 января 1940 года Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта присвоил инструктору Куйбышевского спортивного общества «Спартак» Борису Куликову звание мастера спорта СССР сразу по двум видам спорта – по стендовой стрельбе и парусу. В 1938 году, участвуя во всесоюзных соревнованиях яхтсменов, он стал чемпионом СССР по парусному спорту. В 1939 году на областных соревнованиях по стендовой стрельбе Куликов завоевал звание чемпиона области. В те годы это дорогого стоило. 30 января родились многие знаменитости. Это известный композитор Исаак Дунаевский и не менее великий режиссер Леонид Гайдай. Изобретатель парашюта Глеб Котельников. Известный шахматист, заслуженный мастер спорта Советского Союза Борис Спаски. В один день с этими известными людьми появился на свет народный артист России, мастер сцены Тольяттинского театра «Колесо» Евгений Князев. День Ангела сегодня у Антонины, Виктора, Ивана и Павла. Увидимся завтра. До свидания.